приветствуем самых топовых подписчиков и зрителей самого топового канала на youtube и вокруг крыма ребята сегодня мы с вами в интересном месте приехали мы еще вчера вечером если вы не будете перематывать ролик не переключаться на другой ролик вы увидите какой город могу а ну я вам сейчас скажу майкоп ребята лики адыгея майкопе соседняя республика адыгея есть республика крым есть республика адыгея сюда на источники нами уже полюбившиеся ежегодно мы стараемся выделять время находить это у нас как бы получилось прям притык притык уже рабочие дни начали сегодня уже 11 января рабочие дни и приехали и сразу порешать свои дела кстати на источники и самое главное я наберусь вот и лоночка горит не надо не надо набираюсь как его скажите наглости минуточка наглости и просто рассказываю вам про новые реквизиты наши реквизиты которые можно помочь нам на развитие канала под видеороликом уже новые реквизиты то есть тут так карточку уже закрыли она окончился у нее срок годности и мы получили новую посмотрите ночной майкоп мы вчера для вас сняли и уже дальше с вами поедем а потом еще попробуем после ночного показать немножко дневное что успеем принципе те же самые только днем центр центр все не переключайтесь погнали хочется показать вам немножечко праздничного новогоднего украшенного майкопа на сегодня хотя уже 10 января и возможно этот ролик уже выйдет когда закончатся все новогодние праздники но все же начнем что-то уже закончили состава только старый новый год еще и главная елка будет у нас с вами еще впереди а я хочу вам показать елку на входе в горпарк майкопа парк большой длинный здесь для детей качели аттракционы кафе но мы туда вглубь не пойдем так как парк сейчас плохо освещен посмотрим здесь немножечко эту елочку и вниз по этой улице пойдем уже главной елки к площади главной города если кто-то не был майкоп и обязательно посетите хотя бы просто вот когда поедете на термальные источники куда мы едем майкоп он расположен просто от равнина и дороги все перпендикулярно друг другу нету таких вот параллельно перпендикулярно это идет параллельно вот так вот и перпендикулярно то есть нету никаких удобно что не до серпантинов как крыму и поэтому женя очень любит этот город за то что по нему очень удобно передвигаться я предлагаю что завтра еще сейчас мы покажем темное время суток а если вы не будете переключаться то покажем днем да еще не мой майкоп потому что здесь много красивых исторических домов зданий построек а сейчас некоторыми фрагментами новогодние светящиеся украшения такие разноцветные лампочки украшают вход дома культуры который называется гигант городской дом культуры и также я понимаю здесь находится кинотеатр построен начале двадцатого века архитектурный стиль псевдо модерн еще хочу добавить ребят сегодня такая комфортная ночь плюс 11 градусов не ветра не дождь был такой немножко пошел да ну как бы сыро влажно чуть-чуть ну уж нету грязи нет и очень очень комфортно жарко отойдет на распашку жарко да вот вам зима какая в адыгее и что хочу заметить что заведение практически все магазины украшены также гирляндами елочками но чуть пониже посмотрите да но я говорю практически все там кофейня магазин сейчас дальше покажем мне больше всего понравился такой необычный магазин называется европа и так понимаю магазин сувениров с этой стороны картины такие одеяния очень необычные среди щелок композиция кавказская пара вот такие вот и интереснейшие сувениры здесь джигит фигура такая да я буду это костюмы костюм мама зах мудрец в поисках мира видите как необычно а с другой стороны сплошное милашество мягкие игрушки которые тоже крутятся вообще сказочно просто такая мельница новогодняя мишки здесь грелом милец нет да 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 это все переливается разноцветными огнями витрина конечно потрясающая уже на новогодние подарки скидки на все эти сувениры и хочу показать этого милейшего мишку который лапку поднимает у камина девушка и мороза вообще здорово и никаких особо украшений не надо ты показываешь свой товар просто таким красивым образом вечером так красиво также в майкопе очень так распространено что на домах висят таблички том или ином доме жил какой нибудь выдающийся житель республики адыгея вот допустим в этом доме жил талантливый музыкант просветитель первый министр культуры республики адыгея ханаху адам асхадович такие имена фамилии необычные и что еще хочу сказать таблички на магазинах вот допустим на аптеке до на русском языке с одной стороны а с другой угадайте на каком правильно на адыгейском и собственно начинается сама красота центральная площадь площадь ленина здесь перекрыли улицу ну то есть участок улицы краснооктябрьской и вот так красиво сделали аллею из гирлянд ну конечно же камера всех масштабов не покажет но поверите нам это красиво и здесь вот так вот если со стороны смотреть там где мы уже с вами сейчас гуляли тоже все очень празднично пойдем посмотрим на елку вот подкажи тебе весело ну так себе а мне не почему что макдональд сгорел и не работа макдональд сгорел его реставрирует и до нашего приезда не успели ну да для крымчан главное макдональдс на материке и в макфлуре ребят без макфлуре осталось это такая печаль горь утрата можно сказать горе главная елочка майкопа вот так выглядит также инсталляция 2022 и ярмарка потому что в этих домиков там продают сувениры попкорн и сладкую вату но это все вы увидите дальше в дневное время потому что мы вам немножечко еще покажем майкопа и я считаю что немного немного кривовато украшено то есть как-то гирлянды неравномерно разве я думал кривовато елка завалена за другом нет видишь как я хочу сказать вот здесь в моей копии вот мы увидели две большие елки вот и лоночки вот это понравилось меньше всего но я хочу заметить что это елка на порядок лучше чем в некоторых крымских городах ну сказал так сказал очень долго мысль мне понравилось больше всего я хочу чтоб наш крым украшали лучше мне понравилось больше всего вот это аллея это конечно красота фото зона замечательно и своего рода необычно потому что ну вот как бы были уже во многих городах и такой не встречали сняли номер гостиницы майкопа вот так называется гостиница номер три портал номер три дам показываю вам рум-тур так очень высокие потолки сразу огромный плюс большая кровать но потолки высоченные телевизор водичка по бутылке на каждого чай сахар халаты полотенце все необходимые тапочки и также большой санузел огромная просто душевая кабинка вообще в пол комнаты все принадлежности даже есть зубные одноразовые щетки шампунь мыло гет для душа такой номерного обошелся в 2520 бронировали через booking находится в центре практически ну я считаю все прям вот очень здорово на сутки заселиться в таком отеле по моему неплохо вы уже увидели майкопскую главную елку в ночное время мы для вас отсняли теперь посмотрим днем ну ничем не примечательно особо обычная большая елочка красота мне что нравится здесь красная полноценная пятиугольная звезда не какая-то там такая вот меховушка какая-то как на некоторых крымских елках особенно в ялте непонятно что такое вот и в судаке по моему тоже как я тоже многогранные звезды есть пятигран пятигранная пятиугольная яркая красная звезда но это в ночном видеоролике вы уже наверное да и площадь ленина также показали вам ее ночью палатки вот эти которые тоже обращала на них внимание там сувениры чай кофе не все они сейчас открыты наверное уже все будет скоро здесь закрываться потому что торговля думаю такая была приурочена к новому году ко всем этим праздником еще что хочу заметить здесь прям на площади стоит и разные урны для сортировки мусора то есть не закидывать все в одну урну для пластика отдельно для бумаги отдельно и для несортируемых отходов очень удобно урны симпатичные все понятно что куда скидать выбрасывать по моему неплохо и хочу добавить вот мы хотя бы не весь майкоп проехали да ну где бы мы не были нигде нет ни мусора нигде нет ни грязи все ухоженно все чистенько и самое главное ночью горят каждая лампочка 4 плафона и горит 1 2 лампочки да такого нет все все вам пожарят поедем на источники это полчаса от майкопа уже поселок под названием тульский и там уже будем с вами все смотреть и по ходу дела будем с машиной снимать на камеру дороге мне очень понравились здесь дороги улицы вот они идут все у идут параллельно и перпендикулярно я уже говорил в одном эпизоде это очень классно удобно и не знаю нет ни горок не вниз не вверх все ровная равнина просто равнина очень уютно и нам опять же везет с погодой сейчас плюс 12 градусов на улице плоти плоти сегодня на области на потратил небольшой лайфхак вот мы когда на источники едем по-любому там что-то хочется покушать магазинов там очень мало там вообще практически нет там где именно как называется база водная водная ривьера практически ряда магазинов нет поле находятся грубо говоря мы всегда заезжаем в кфс берем ведро курочки к там крылышки ножки да ну миг сюда этот баскет это бомба вообще ребят бомба и соус все больше не надо ну и конечно же что-нибудь там огорячить когда какие-нибудь напитки уже по вкусу увидела интересную тоже лавочку и возле нее такое яблоко шкафчик небольшой наверное там хранятся книги хочется посмотреть поближе и в майкопе есть свой мини биг бен прям на углу потом такое сладковато попкорн ничего особенного сладости для детей да да и женя меня перебил хотела вам показать местные майкопский биг бен часы прям на углу на пересечении двух улиц в этом здания такая вот красота тогда я была права сюда наверное приносят книги и вот можно присесть на такую лавочку трон кто-то уже сломал и почитать книгу я уже в ночное время говорила сейчас повторюсь это удар был ниже пояса когда мы приехали а макдональд закрытый у кого о чем уже не все о еде макфлури не о еде макфлури мороженое я люблю мороженое макфлури тебе напишут какой-либо можно жрать есть сколько влазит ребят только влазит но как можно не как не есть если можно есть тем более такие вкусняшечки макфури это вообще даже не просто еще вагов лури ему не надо никаких не чизбургеров не гамбургеров только дайте мороженое да я уже сказала местный big band майкопский покажем немножечко вам улиц майкопа уже машина и время с машины с борта нашего корабля который нас кстати вчера подвел очень жестко ребят это просто трэш короче приехали в адыгею припарковались ой майкоп припоем светофор что ты будешь делать ну ладно как раз будет время рассказать смотрите припарковались пошли погуляли машина остыла сажусь завожу у меня горит лампочка не давление масло а уровня масла нет представляете а мы когда ехали с днр и за границей я залил полный уровень там все удалил подлил там все проверил все жидкости все хорошо приезжаем нет уровня масла представляете за 500 километров просто вот сколько я вчера влил литр где-то 2 литра масла долил за 500 километров это жесть просто трэш короче какая-то там трубочка лопнула и масло уходит у нас выхлопную трубу короче ремонт 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 неизбежен позвонил мастеру он сказал купи побольше масла и есть в крым доливай вертили отремонтируйся там но отремонтироваться здесь не получится желание не время да смотрите как чистенько просто обратите внимание как чисто разметочка ровненько широкие красивые тротуары к вашей не кайф заключается в том что он говорит из-за того что здесь все улицы параллельны друг другу нет никаких перпендикулярные проблем до колец сложных нет серпантина естественно но в общем-то очень удобно передвигаться по городу горок в эту сама и кстати хочу заметить все улицы все улицы по две полосы в каждую сторону две полосы в одну две полосы противоположную то есть это очень настолько удобно я вот здесь и думаешь все я ни одной улицы не увидел по одной полосе по полосе это настолько удобно настолько кайфово здесь ехать просто для водителя того что заставлено да вот поэтому непонятно совсем водителя здесь получают экстаз опачки и все и едем никто не спешит это не нам это там между собой так что за здание такое интересное здание на нашем пути что-то современное или нет на постройка явно не времен то что же водичка а это дворец спорта якуб коблев дворец спорта посмотрите вот такой вот большой и кстати знаете что он нравится в майкопе городок небольшое население всего лишь около ста тысяч но горит чуть больше ста но здесь есть все все магазины повернём хорошо все магазины все возможные какие-то тут рыночки узнаете что хотелось бы чтобы этот город назывался судаком и возле него было моря прям говорила о чем что же не ошибся здесь две полосы в одну сторону одна полоса и в другую а уже не уже вам тут рассказал истории уже не накосячил же обычно просто там вот везде по две полосы большинство улиц по две полосы но хотя здесь даже если по одной но не широкий да вот помещаются вот проезжают даже еще умудряются припарковать еще учебники он ездит как вот учебником здесь учиться вообще шикарно сейчас мы едем вдоль реки белая она у нас находится справа там набережная такая небольшая лавочки фонари но портой до мини такой я бы назвал это сквер даже не верно много лавочек сюда приходит отдыхать место для отдыха вот это полоса для велосипедистов выделено сейчас ехал я думаю что это такое на обочину не похоже и предвещая будущие комментарии ребят как доехать до термальных источников ваша в любом случае будете спрашивать мы едем по навигатору мы вбиваем риве водная ривьера и все и едем водную ривьеру мы стараемся отдыхать только мне потому что у них именно в водной ривьере у них настоящая именно термальные источники они уже добавлены химия в области надо они искусственно добавлены в бассейн химия навигатор обычный самый самый простой яндекс навигатор от майкопа он нам показывал двадцать шесть минут ехать и вроде бы двадцать двадцать восемь пятнадцать показывает уже можно по пути почти проехали от майкопа совсем недалеко недалеко поселок тульский водная ривьера мы в этот раз остановились в новом комплексе построился в том году еще были в котором уже были нет неоднократно до этого ролик на канале смотрите сегодня будем уже в новом комплексе ну вот и добрались мы до пункта назначения до водной ривьеры в новый комплекс как уже вам и говорили вот такая здесь красота большая территория деревянные срубы это здесь шале коттеджики не знаю мне очень все нравится один большой бассейн и получается он разделен на разные температуры воды потом поподробнее покажем сейчас пойдем посмотрим с вами номер заселимся и дальше уже будем показывать подробнее наш отдых пока не занесли в номер вещи покажу вам в ривьере 2 здесь все новое это помещение само новое отель до этот и такие номера но по сравнению с тем где мы были в том году до соседней то это конечно небо и земля тут уже все новенькое есть все необходимое на рецепшене нам дали вот такие браслетики по которым мы можем посещать и вторую также зону водные ривьеры это человек у нас чайник чай кружечки и самое главное здесь это вид с балкона это балкон в первую очередь стол стулья здесь сушилка для вещей и вид на бассейн вот такая красота ну по моему шикарно стоит 5000 такой номер но и пребывание купания в бассейнах естественно все это входит в стоимость там справа мангальная зона и начинается уже шале коттеджики шале и еще по традиции естественно покажу вам санузел здесь небольшая ванна такая вот есть халаты фен у нас имеется ну и также здесь шампунь и мыло но неплохо неплохо не знаю мне как бы все нравится вот такой у нас сегодня поел к и все крылышки ножки уже не коньяк у меня пиво каникулы продолжаются каникулы продолжающего но немножечко погода нам подкачала мы хотели снег мороз снегу тогда кайфово купаться в бассейнах а сейчас мы сюда ехали 13 с половиной градусов здесь тепла а еще купили сегодня на местном рынке вот такой ламаш необычный с начинкой называется забыли она нам сказала очень вкусно как-то называется тяжело очень вкусно ну что скажешь я скажу что здесь очень круто что хочу сказать рекомендую ребят это не то что там какие-то как его сказать роскошь нет это средство оздоровления потому что вот кроме шуток я вот не буду не дал отдыхать раньше пока мы здесь никогда не были мне на зиму вот я насморк был до уходила два флакончика на зола я на золом пользовался после того как вы первый раз приехали сюда и мы покупали здесь кстати с нашими друзьями с краснодаром юля серёга помните первый раз вы сюда попали за но в ревьере они там это еще не было она только строилась и после этого перестали болеть не то что болеть насморком про вообще нет я вообще не покупаю средства от насморка вообще в общем-то отдыхаем оздоравливаемся теперь мы переместились привычную для нас его уже тоже видели водную ривьеру один здесь такие мультяшные фигуры на всей территории установлены здесь пять бассейнов это самый горячий в котором все же не плавает там с такой привычной для нас температурой этот очень холодный этот детский там тоже температура средняя уже потом поближе скажу когда подойдем сколько где градусов 39 здесь да вот самый горячий бассейн на этой территории в общем то здесь в детском бассейне 38 температура там самом горячем 39 вот в этом 37 здесь получается 19 ну по ощущениям поменьше конечно похолоднее и вот этот самый большой бассейн табличку не вижу но здесь вот по моему 35 до на стекле табличка мы идем обратно наш комплекс там уже зажглись огни будем вам показывать людей уже стало чуть побольше но в принципе мало сегодня вторник все в делах на работе хлопотах заботах а мы отдыхаем мы еще пока что себе продлили каникулы такая вот красоте здесь бассейна с подсветкой а я что это за девочка здесь я показываю что идет пар просто посмотрите на камера возможно так не передает а человеческий глаз передает сейчас он должно быть показаться сколько градусов на улице а вот монитор у нас на улице 11 градусов а вода 35 шезлонги на территории везде стоят и смотрите разноцветная подсветочка именно то что нужно как говорится то что доктор прописал илонка кайфует уже скоро у нее вырастут жабры наверно слышишь у тебя уже скоро наверно жабры вырастут вот такая красота у нас сегодня просто кайф ребят ну мы илонка уже наверно показывала мы ходили на ривьеру один там один бассейн погорячее и один ледяной единственное что по поводу ледяного вот здесь на водной ривьере 2 здесь вот холодная вода очень мелкий бассейн с холодной водой прям мелкий мелкий по пояс и просто чтобы с бортика прыгнуть тут видите вот здесь видно какая высота с бортиков можно ушибиться как бы отбить пятую точку или ноги а там именно бассейн с холодной водой наполнены там можно чтобы не спускаться потому что вот так вот когда спускаешься уже ноги намочил холодной воде и уже не хочется дальше идти и именно на первой ривере там просто бульк резко и все ну Субтитры сделал DimaTorzok Пошел, было бы вообще сказочно Накупались, напарились, пошел у нас дождь Женя, как ты? А нам уже выезжать, все классно, смотрите, морда лица просто краснючая На это она уже попустилась, было вообще вот как рак, знаете, вареный рак, вот как кнопка записи вот на телефоне Все обветрилось, губы обветрилось сильно, очень, очень сильно А я вам сейчас кое-что покажу А показать я вам хотела состав воды, которая находится в источниках Тут целая таблица Менделеева Поставите на 100, почитайте Ну все, ребят, на этой доброй ноте будем заканчивать наш видеоролик В Майкопе пошел дождинок, хороший такой сильненький дождик А мы уезжаем в Крым и следующие ролики будут уже из Крыма, ребят Так что ждите нас в Крыму Не переключайтесь, до скорых встреч, пока-пока